Слава нашему Господу! Я благодарю Бога за всех, кто меня слушает. Я благодарю Бога за всех, кто подписывается на мой канал, чтобы слушать о жизни вечной на земле. Печальная информация о том, что рождаемость заканчивается, но это характерный признак последнего времени. Это неизбежность, с которой нужно смиряться. Сегодня я получила поведение, чтобы говорить людям, которые еще сомневаются, но которые понимают, что вечность это жизнь честных, порядочных людей. Сегодня задают мне вопрос, который меня удивляет. Почему? Вы верите? Как это пишется? Бог не создавал религии. Не свистите. Не знаете, не говорите. Пользователь Нонна Гедошвили. Не согласна абсолютно. Я ответила ей, что Бог-Отец открывал свои тайны через разные вероучения. То есть в каждой какой-то религии, о которых мы много слышали, Бог открывает конец времен. Ну, конечно, всех, кого ждут в разных религиях, эти люди все, безусловно, говорят о победе добра над злом. И вот. И даже, уже видите, даже в Википедии пишут аналогии в других религиях. Ну, я изучаю сейчас, кто такой Калки, мессия в индуизме. Аватар Вишну. Который должен прийти. Вот даже какое-то время, подсчитанное, когда он должен прийти, согласитесь, если Бог отдельно, то эти образы, которые перечисляются вот аналогии в других религиях. Второе предшествие Иисуса Христа, Майтрея, Махди, Машех. Это все, конечно же, одна и та же личность. И тут я нахожу еще перечисление, которое дает Википедия Бахаула. Интересный герой, который жил в середине 19 века. Родился 12 ноября 1817 года. Вот. Почему я так сейчас говорю? Потому что у адвентистов было пророчество, что Иисус придет в 1844 году. Вот этому Бахаула было в 1844 году 27 лет. Семь лет получается. Вот. Он родился 12 ноября 1817 года в Тегеране. Каджарский Иран. Вот. И это иранский религиозный деятель, основатель веры Бахаев. По мнению привержится, он является явлением Бога для нашего времени. Список причинств высших явлений включает Авраама, Моисея, Будду, Зараустру, Кришну, Иисуса Христа, Мохаммеда и Баба. Это открыто было этому порогу. Тому человеку. Тут одно и то же воплощение. Вот. Ну, я так понимаю, аватар это и есть понятие следующее воплощение. Вот. То есть этот человек жил в середине 19 века. Умер 29 мая 1892 года. Вот. И что мне Бог показывает? 29 мая это дата, когда я начала проповедовать в Ютубе о свете. Первая проповедь была именно 29 мая 2021 года. Так что у Бога число имеет значение. И этот человек в возрасте 27 лет, пожалуйста, 1844 год, Бахула стал последователем персидского купца Баба, который начал проповедовать, что Бог скоро пошлет нового пророка, подобного Иисусу или Мухаммеду. Баб и тысячи его последователей были казнены иранскими властями за их убеждения. Вот такое противление встречает Бог на земле. Это реальность. Это факт. Это факт, что его учеников уничтожают. Божьих учеников уничтожают. Вы понимаете, что Богу делать? Бахуле грозило изгнание из родного Ирана. И в 1863 году в Багдаде он объявил себя ожидаемым пророком, о котором предсказал Баб. Таким образом, Бахая считает Бахаулу явителем Бога, отвечающим ассоциологическим ожиданиям некоторых религий. Бахауле грозило дальнейшее тюремное заключение в Османской империи, первоначально в Едирне и в конечном итоге в тюремном городе Акка, современный Израиль. Где он провел свои последние 24 года жизни. Его место захоронения является местом паломничества его последователей. В Средней Хайфе находится Всемирный Центр Бахаулу. Ну вот, с таким человеком я сейчас познакомился. Господи, по-моему, первый раз. Вот. И хочу сказать, что Богу все не случайно. И пусть Бог открывает нам истины. Потому что Господь вырывает просто из тьмы людей, причем отдельно. Ему так сложно освещать человечество. У нас сейчас война. И конца не видно. И мне написали в комментариях, что передайте, что война будет долго. Так пишут в комментариях. Мне молятся. Вот. Елена Маккану, она очень много мне пишет. Много информации дает. Я благодарна Богу за информацию, которую мне дают люди. Я благодарна Богу за всех, кто ищет. Это просто счастье, что есть люди, которые читают Писание. Это очень важно. Вот. И вот эта Елена мне говорит, что якобы на земле будет война. Как после распятия Христа до сегодняшнего дня. Там идет война. Так. Там идет война. В Израиль, да? Передавайте через интернет. Спасибо. Ирина Маккану. Молдова. Минсеште. Вот. Ну, а я отвечаю, да. Идет война в Украине. Конца не видно. Так говорят. Ну, так говорят аналитики. Вот Жданова. Я слышала, что она говорит, что затягивается все. Вот. Бог хочет установить справедливость. А люди, которые саняться на финансовом потоке, просто безбозно врут. И они дети дьявола. Потому что отец лжедявол. Говорит нужно правду. Нужно быть мудрым. И не гравить свой народ. В каждой стране Бог дает пророков. Людей порядочных, честных. Как у нас в Украине Юлия Тимошенко. И ее оболгали, унижали, оскорбляли. За что? За то, что она боролась за правду. За то, что она хотела. Честно. Руководить страной. Распределять благо для всех. Справедливо. За это ее ненавидели. Это правда. Это реальность. Если народ обманут и плюет в сторону Тимошенко. И когда я говорю, то ее начинают оскорблять. То это из-за вашей глупости. Потому что вы верите в лжи. Потому что и в интернете, и на телевидении давно пускалось то, что кому-то было выгодно, чтобы поддержать и удержать свою власть. Надо это понять. Тогда придет порядок. И в России так же сам. У вас ложь ваших экранов финансируется вашей властью, чтобы ее удержать, эту власть. Поэтому нужно размышлять по словам. Нужно судить через призму Слову Божию. Нужно судить через призму десяти заповедей. Это очень важно. Через призму десяти заповедей. Привет. Ты вообще-то о ком и о чем? Я сейчас анализирую. Ответ на вопрос мне сказали, написали, что Бог не создавал религии. Нет. Бог, Он разнообразен. Он как раз создавал все религии во многих странах. И это сделано для того, чтобы освещать людей. Чтобы люди выбирали между добром и злом. Понимаете? Поэтому есть такой калки. Мессия в индуизме. Аватар Вишны. Воплощение Вишны. Да. Он изображается белым на черном коню. Или наоборот, черным на белом коню. У него руки пылающий меч. Это образ. В руке у него, извините, пылающий меч. Слово Божие. В конце концов, если пристать внимательно, то все сходится к тому, что это второе пришествие Иисуса Христа. Есть тут такое понятие. Восстанавливает дхарму. Дхарма. Что это такое? Это то, что подготавливает тем самым будущее возрождение. Будущее возрождение уничтожаемого мира. К сожалению, мне тоже Бог показывает, что вот война, это разрушение. Оно будет продолжаться. И как на развалинах будет восстанавливаться истина. Чистота на развалинах. Понимаете? Это единственное будущее мессианской аватара Вишни Калки. И произойдет она по индуистской хронологии в конце Кали-юги. То есть нынешнего исторического периода. Начало которого приходится на 3102 год до н.э. Ну, тут очень большая продолжительность. Может, они что-то путают. 432 тысячи лет. Вот. Час пробьет и появится дважды рожденный по имени Калки Вишна Яшус, наделенный великой силой, умом и могуществом. Явится он на свет достойной брахманской семье в деревне Самхала. И силой духа возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи и панцирь. Этот царь, побеждающий Дхармой, примет верховную власть и внесет покой в мятущийся мир. Сверкающий брахман высокими помыслами, явившись миру, положит конец разрушению. То есть тут пишется, что он возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи и панцирь. Я думаю, что тут речь идет о том, о чем говорится и в Евангелии. У Павла есть такое. Меч, возьмите, это кажется в Ефесяна, щит веры и шлем спасения. Вот это воинское облачение, это духовное облачение для того, чтобы внести в покой в летущей семье, спасать свои души, терпеть. Вот какая информация сейчас открывается. Я благодарю Бога. Вот вам калки. Это образ. Это можно найти сейчас в Ефесяна просто, где четко описывается, четко описывается, как Павел. Хорошее слово сейчас сразу благодарю. С кем не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Понимаете? Вот такая у нас должна быть вера. Ищущие Господа. Изучайте Слово Божие. И это то, что может спасти. Вот открываем сразу с Ефесянам 6 глава. Наконец, братья мои, укрепитесь, укрепляйтесь Господа и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наше брание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злы и все преодолев устоять. Итак, встаньте при паясах чесла вашей истины, облекитесь броню праведности, обувь ноги в готовность благовествовать мир и паче всего возьмите щит веры внутреннего обречения. Вот какое, оказывается, Бог хочет показать нам оружие, которое пророчествуется у аватара Калки. Понимаете? То есть ещё раз читаем. Это Махабхарата, книга третья Аранья Капарва. Так вот, лесная книга, глава 188, сказание о беседах Маркандеи. Так тут говорится, что явится он на свет, достойной брахманской семье в деревне Самхала, силой духа возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи панцев. И этот царь, побеждающий дхармой... Дхарма это одно из важнейших понятий индийской философии и индийской религии. Понятие дхармы трудно найти эквивалент. Слово дхарма буквально приводится как то, что удерживает или поддерживает. Удерживает или поддерживает. Вот. Этот царь, побеждающий дхармой, примет верховную власть и несёт покой в метущийся мир, сверкающий брахман, высокий помыслами и явившись миру, положит конец разрушения. Вот. И я говорю, что не будет у него такого оружия. Это образ. Вот Бог даёт через скалки образ того, как нам нужно искать Бога. Это очень важно. Ефесянок. Честая глава. Итак, припояснув чесла вашей истине, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угостить все раскалённые стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который и Слово Божие. Вот. Всякую молитву и прошение. Молитесь во всякое время духом и старайтесь о всём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Кстати, очень хорошее слово. Молением о всех святых. Не святым нужно молиться православным, а о всех святых молиться. Потому что те, кто ищут Бога, освящают Словом, они и есть святые. Вот святость, которая пребывает в Слове постоянно. Поэтому я благословляю людей, кто хочет принять Духа Божий. Молитесь и просите Бога, чтобы Он дал вам Духа. И будут дары и иные языки, и Бог будет помогать вам искать Бога. Это очень важно. Эта информация на сегодняшний день. Может, я немножко долго говорила. Будьте благословены. Будьте благословены.